Здравствуйте, дорогие друзья, зрители, единомышленники, коллеги и партнеры. В эфире Василий Кроеров и программа «Современная МЛМ». И сегодня у меня в гостях замечательный человек. Это мой друг, наставник, вдохновитель, партнер. Это человек, у которого за плечами 22 года стажа финансиста с опытом руководящей работы в крупнейших организациях. Дипломированный эксперт по правовым аспектам регулирования оборота криптовалют Мария Антоненко. Мария, привет. Добрый вечер. Мне очень повезло застать Марию в Петербурге, потому что уже завтра состоится знаковое мероприятие. Ну а сегодня мы берем интервью, и мне посчастливилось задать несколько достаточно таких вот интересных, немножко даже волнительных вопросов. Ты меня упускаешь. Да, Мария, потому что ты очень известный человек, очень такая знаковая фигура, и с помощью этого эфира мы хотели бы расставить кое-какие точки над «и». Я готова. Ну, вопрос первый — это твоя история. То есть расскажи коротко о себе, чем занималась, где училась, какая богатая деятельность за спиной, чтобы наши зрители об этом тоже знали. Ну, сама я из Екатеринбурга, хотя родилась в 500 километрах Свердловской области на север от Екатеринбурга, небольшой городок Краснотуринск. Всегда хорошо училась, закончила школу с медалью и поступила в институт международные экономические отношения, факультет в Синхе, в Екатеринбурге, закончила. Сразу после института 12 лет отработала в Международной авиакомпании, начала с должности экономиста и закончила заместителем генерального директора по производству. Причем, когда говоришь людям, что работала в авиакомпании, думают, что стюардесса, ну, единственная такая ассоциация, да. Ну, это были грузовые самолеты Ил-76, выполняли мы перевозки и по линии Рособородной экспорта, и по линии Росатома, различные были интересные заказы. Я обожала свою работу, прям с таким удовольствием шла каждое утро на работу, допоздна задерживалась. С помощью вот этой работы в авиакомпании, наверное, около 30 стран посетила, именно выполняя рейсы, сопровождая груз, как флайт-менеджер, руководители рейсов. Была очень интересная работа, почему, говорю, была, потому что в 2005 году, когда строился аэропорт, три нового группы пришла в Екатеринбург, аэропорт Кольцово модернизировали, и они под шумок как бы поглотили авиаппарат, было поглощение. И я приняла решение, что с новым руководством московским я не смогу сработаться, ну, потому что я видела, что компанию ведут к банкротству. Я ушла на должность финансового директора в холдинг Росэлектрокомплект, и когда проходило собеседование, генеральный директор спросил, «Как же так? Ты 12 лет продавала самолеты, а здесь у нас розетки, выключатели, ну, там они были дилерами Шнайдер Электрик, Легран, таких французских брендов хороших. Как ты в этом сможешь разобраться?» Я говорю, я финансист и экономист, мне не надо разбираться в розетках. Моя задача свести дебет и кредит, построить бюджет доходов-расходов предприятия, найти узкие места, да, где там сэкономить на налогах или увеличить прибыль в каких-то отдельных зонах. И еще пять лет проработала в холдинге Росэлектрокомплект. Работа стала любимой? Почему спрашиваю? Потому что я свою работу первую на службе силы зла, на службе государства просто ненавидел, и шел туда как на каторгу. Не-не-не, мне тоже очень нравилось работать в Росэке, потому что помимо основной работы, когда нужно посчитать эти копеечки, да, всегда еще были какие-то интересные проекты, то есть я такой человек живой и энергичный, у меня всегда навешивают какие-то доп. задачи, я с легкостью с ними справляюсь. Одна из таких задач была строительство пятиэтажного здания в городе Екатеринбурге, и мы сделали там офис, склад, до сих пор стоит это здание, красуется в Екатеринбурге, Крауля 9, кто будет мимо, может проехать и посмотреть на результаты моих трудов. Хорошо, спасибо за такую вводную, но тебя также современное сообщество знает как топ-лидера нескольких крупных сетевых компаний, и самая такая нашумевшая, самая громкая – это Квестра. Расскажи, как состоялось знакомство, и как строилась твоя карьера в ней, и как она дальше развивалась? Ну да, история действительно интересная, Квестра, причем это не первый сетевой проект, который пришел в мою жизнь. Первый MLM проект это был Amway. Обычно принято говорить там «На, она называется, она и кончается». Ну, я горжусь тем, что я первую школу сетевого маркетинга прошла именно в компании Amway в системе Network 21. Это лучшая школа продаж, которая есть на свете. И поскольку был такой опыт, за 11 месяцев я вышла на уровень 21%, кто в Amway тот понимает, что это такое, это довольно-таки быстрый результат. И, зная, что совмещая работу, например, финансовым директором в Росеке, еще и занимаясь компанией Amway, одна из моих подруг предложила поучаствовать в инвестиционном проекте. Слушай, у тебя с деньгами все в порядке, можешь закинуть небольшую сумму и получать пассивный доход. Поскольку для меня всегда, что Amway, что Kairos, что Квестра не были основным видом деятельности, у меня был отдельный кабинет, шикарное кресло, уважаемая должность и прекрасная работа, которую я любила. Я всегда к этому относилась как к хобби. А когда ты к чему-то относишься легко и свободно, оно, видимо, и получается легко и свободно. И регистрация в Квестре была забавным моментом. 1 апреля как раз дали годовой баланс. Я говорю, до 31 марта мне даже ничего не говори, я не могу отвлечься. Вот 1 апреля, я говорю, самое то зарегистрироваться в какую-то такую компашку. Относилась к этому абсолютно несерьезно, ну вот шутя. Ну на тот момент 2430 евро для меня были, ну такая сумма, которая вообще не повлияет ни на семейный бюджет, ни на какие-то мои планы, там, поехать в отпуск, не поехать. То есть это были совершенно свободные деньги. И через какое-то время, там, 2 или 3 месяца, в Москве происходит событие. То есть Квестра собирает конференцию. Соответственно, та же подруга говорит, поехали тусанемся. Большая конференция, сколько человек? Тогда было человек 500. Это был ювелирный дом эстет, очень пафосное место в Москве, очень красивый зал. Организовано было все на высшем уровне, и там тоже брали интервью. Ну и, соответственно, я не могла пройти мимо, сказала там все, что думаю. Ну мне очень понравилось, и качество спикеров были, замечательные бизнес-тренеры приглашены, и само заведение, и фуршет, там, там, все на высшем уровне было представлено. И я сказала, что да, я работаю в газовой отрасли. На тот момент я занимала должность финансового директора ГУПСО «Газовые сети», да, это Свердловская область и газораспределительная организация. И мое интервью вставили в корпоративный ролик компании Квестра. На следующее утро я проснулась знаменитая. Все стали звонить, писать и говорить, что тебя вот показали на фирменном канале Квестра в Ютубе, и давай проведи вебинар. Мы вот тебя вот только сейчас узнали, какая ты крутая. Я начала проводить вебинары, то есть и по финансовой грамотности, и по налогам, и по платежным системам, ну и, разумеется, по маркетинг-плану самой компании Квестра. То есть вот так стало это монетизироваться, то есть мои 22-летние знания по финансам, они оказались полезны людям, то есть очень много людей смотрело мои вебинары, там было до 40 тысяч просмотров на некоторых роликах. Скажи, а сколько у тебя был объем структуры, может быть, количество лично приглашенных? Для многих сетевиков это, как я обратил внимание, являются такими знаковыми показателями, то есть меряются чеками, структурами и личниками. Какие были показатели, если не секрет? Ну, я сейчас так вот на цифрах не могу вспомнить. Единственное, что это, конечно, был ближайший круг. Сотрудники тех же газовых сетей, какие-то подруги, знакомые. Я никогда никому не звонила сама, никого не заманивала, не зазывала. То есть была лид-магнитом, и на тебя люди приходили в виде твоей компетентности, экспертности? Что-то в ВКонтакте размещала, что-то в Ютубе. То есть кто-то звонил, писал, добавлялся. Ну, в первой линии, может быть, было человек 20 максимум. На миллион евро товарооборот в квестере я где-то вышла, наверное, за полгода. Ну, чем больше ты оказываешься на сцене с какими-то наградами, регалиями, тем успех приумножается, да. Соответственно, там на 3 миллиона за следующие 3 месяца. 3 миллиона евро, я имею в виду, товарооборот я вышла. Но это не были самые большие чеки или самые большие результаты в компании. На тот момент были более профессиональные лидеры. Я как бы не гналась там за первое место на этой сцене. То есть я занималась этим действительно как хобби. Мне было в радость. Хорошо. Ну, а как дальше развивались события? Мы знаем, что квестера по определенным причинам приостановила свою деятельность, да. И потом тебя знают как человека, который продвигал альфа-кэш. Это все так, да. Как там происходил, да, грубо говоря, конец карьеры. Ну, не конец карьеры, да, вот завершилась история квестеры, потом тебя увидели в альфа-кэше. Как этот переходный период складывался для тебя? Ну, квестера, да, она сначала в мае месяце 2017 года прекратила выплаты в Казахстане, Германии, Украине. И, разумеется, в нашем офисе, в моей структуре мы приостановили продажи и сказали, давайте посмотрим, чтобы ситуация исправилась, да, в какой-то хотя бы одной стране, пусть откроют выплаты. Зачем увеличивать портфель жертв, да, потому что могут и Россию закрыть. И уже ни в июне, ни в июле, ни в августе мы новых клиентов не регистрировали. Но это была ситуация конкретно в моей структуре, да, потому что я, имея опыт международного финансового управления, понимала, что если есть какая-то локальная проблема, да, она как червоточина, может сказаться на всей компании. И когда 6 сентября Квестера объявила, что уходит из российского рынка в том числе, организует новое юрлицо FiveWins и Леонора Swiss Consulting, Квестера и Агам уходят в азиатский рынок, мы еще подождали там 2 или 3 недели, ну, надеялись какие-то новости от компании получить, и я поняла, что проблема слишком серьезная, чтобы кто-то с ней мог справиться за 2-3 недели. И я тогда объявила на своей странице ВКонтакте, что я больше не сотрудничаю с компанией Квестера, потому что многие спрашивают, почему ты не ведешь вебинары, почему ты ничего не комментируешь, не рассказываешь. Я говорю, ну, нет на сегодняшний день той компании, с которой мы сотрудничали, да, мы сотрудничали с фондом Агам, с фондом FiveWins, я не сотрудничаю, мы не регистрировали ни одного клиента в FiveWins. И спустя, ну, почти год выяснились обстоятельства, да, почему вот так произошло с Квестерой, когда я прочитала решение высшего конституционного суда Каба Верда по Агаму, ну, на английском языке там порядка 20 страниц, кому интересно, могут потом запросить этот документ, это настоящий документ в национальной газете Каба Верда опубликован, что действительно генеральный прокурор заморозил расчетный счет в банке, они обжаловали, обжаловали, обжаловали. Ну, даже когда они выиграли этот суд, в апреле 2018 года, по-моему, это случилось, или в марте, и многие ждут до сих пор, что выплаты откроют. Ну, я работаю с банками 20 лет, и я знаю, что если в банк что-то заморозил, заморозил, у меня там какой-то штраф по ГАИшным делам, как обычно, да, спишут, там, не успеешь оплатить, со всех расчетных счетов, в том числе списали с расчетного счета ИП, и если в Сбере не найдешь концов, они говорят, мы не видим этого списания, а в маленьком банке, где у меня расчетный счет ИП, те говорят, ну, вот она, висит замороженная эта сумма, принесите решение о разморозке. Хорошо, так что касается Альфа Кэша, как обстояло знакомство? Да, ну, то есть Альфа Кэш, это мой хороший друг Александр Медведев, мы с ним с 2012 года были, ну, кстати, был еще один сетевой проект Свис Хели, до сих пор, кстати, работает туристический клуб Свис Хели, Fireflies он сейчас, и мы там вместе проходили обучение по риторике, у нас был замечательный наставник, Штукерт Александр Федорович, и Саша Медведев говорит, слушай, ну, вот Квест разокрылась, давай к нам в Альфа Кэш, мы вот сейчас вот занимаемся криптовалютой, и на тот момент я о криптовалюте вообще ничего не знала, я говорю, мне надо сначала поучиться, чтобы вообще понимать, что это такое, то есть я поехала в МГИМО по правым аспектам оборота криптовалют, прошла обучение и программный код биткоина в блокчейн-академии, проучилась неделю, то есть мне стала эта тема просто интересна, само явление криптовалюты, и благодаря сетевому проекту Альфа Кэш, мало того, что мы сами всему научились там и кошельки открывать, и покупать, и продавать, и биржи открывать тебе, да, и также несли эти знания людям, и почему-то многие считают, что вот мы повинны в том, что люди там деньги потеряли, да, на всех своих вебинарах я говорила, ребят, вы, чтобы познакомиться с рынком криптовалют, платформу Альфа Кэш используйте 100 долларов на биткоин, 100 долларов на эфир, 100 долларов на лайткоин, и этих тезисов миллионы, да, в мои, ну там, пусть десятки, там, сотни вебинаров, где я говорю про 100 долларов, но когда у человека включается жадность, и он несет там 20 тысяч долларов, 30 тысяч долларов на платформу, которая… Ну, да, есть любители зайти на всю котлету, заложив квартиры, машины, продав там почки, не знаю, ельки. Когда платформа занимается криптовалютой. Как обезьянка в эмодзи. Рынок упал на 74% с января, да, ну, при всем желании, как бы там трейдер ни старался, он такую проторговку, ну, никак не сделает, он 74% полугодовое падение не отыграет, а альфа-кэш разложили все битки по альткоинам, есть скрины с биржи, да, как они размазали ровным слоем по тем монетам, которые должны были выстрелить к осени, там, всякие стеллары, троны и так далее. И поскольку и биткоин просел, и все альткоины тоже просели, то есть вырулить с этой ситуацией, ну, не было возможности финансовые у них, и плюс еще посредники, да, там, биржа Bitfinex, посредник Coinpayments. Но большинство людей не хотят видеть объективные причины, они ищут виноватого в ком-то одном. Виновата Антоненко, виноват Репринцев, виноват Медведев и так далее. То есть вот есть там три лидера, которые стояли на сцене, значит, они виноваты. Я еще заметил такую особенность удивительную. Чем меньше сумма вложения, ну, допустим, 50 евро, тем больше, назовем это, шума от этого человека. Да, я вот там потерял огромные деньги, вложил 50 евро, да, Антоненко, где мой кэш, где мои проценты. Ну, ладно, кто вложил там 50 долларов или евро, да, там, ноет. Потому что чем выше объем депозита, тем больше уровень финансовой грамотности инвестора. И он понимает, что это инвестиции высокорисковые, и он, в принципе, готов потерять эти деньги. В отличие от обывателя, который сотку вложил и сидит, ждет. Нет, я говорю еще, были такие люди, которые заходили на минимальный портфель, там, ну, 10 долларов, начинали зарабатывать по построению сети, а эту прибыль не выводили в течение, там, полугода, да, или, там, года. Ну, что с квестерой взять, что в альфа кэш. И вкладывали в портфель. Так вопрос, вы в бизнес пришли, или вы, как с круч-макдак, там, что-то складываете, а потом проходит год, ой, я работал без денег. Да, вот сейчас вот тоже приходят партнеры из прошлых проектов, не связанных там ни с квестерой, ни с альфа кэш, из других проектов. И они уставшие сетевики. Я так много пахала, я так много пахала, но до сих пор нет денег ни на хлеб, ни на масло, ни на икру. Так весь вопрос к тебе, а что ты такое пахала, что ни всходов, ни урожая? Окей, у меня следующий вопрос. Тебя также знают в интернете как человека, который имеет принадлежность к проекту iNairoBrain. Есть такое дело. Как с ним, как состоялось знакомство, как развивается история, события? Ну, дело в том, что тот человек, который меня пригласил изначально и в Кайрос, и в Коэстро, и в iNairoBrain, это моя подруга Лена Соловьева. Также с 2012 года мы с ней дружим, также познакомились в проекте SwissHeli, да, и вот дружим и дружим, вот сколько уже лет. И, конечно, когда команда молодых амбициозных IT-специалистов собрались, сделали платформу, опять-таки, для заработка на криптовалюте, Лена Соловьева там возглавила отдел продаж, имея должность директора по маркетингу, конечно, она не могла меня не позвать. И, да, я начала с ними сотрудничать, мы организовали шикарный круиз. Я была два месяца занята тем, что составляла списки, расстеляла всех по каютам. Эти экскурсии, визы, билеты, то я еду, то я не еду. Ну, то есть реально была проделана огромная работа для того, чтобы этот круиз состоялся. И, ну, наверное, сегодня мое отношение к этому проекту, или, как сказать, команде, да, учредителей, именно в этом круизе немножко поменялось, поменялось в худшую сторону. Да, я собиралась с ними сотрудничать, но я поняла, что они как истинный блокчейн. Они такие разрозненные, у них нет единого руководства, каждый такой немножко независимый делает свое узкое дело. Кто-то занимается сайтом, кто-то занимается трейдингом, кто-то занимается, наверное, составлением слайдов, кто-то рекрутирует сетевиков. И в итоге у компании нет единого стержня, нет понимания вообще, куда они идут, что там дальше будет. Ну, и мое личное участие, да, в этом проекте, я заметила, что на корабле они пытались всячески скрыть мое присутствие. Почему? То есть не пустили меня на сцену ни с одной темой выступления, ни с тренингом, ни мотивацией, ни даже элементарной благодарности, да, что лидеры проделали такую работу, собрали 300 человек на этом лайнере, и я практически с каждым из них лично созванивалась, вы едете, не едете, летите, не летите. Почему? Я думаю, потому что боятся вот этих ютуберов. Понятно. И вот как раз вопрос вот от таких ютуберов, да, каждый второй. О, Айнера Брейн, Антоненко. Скоро скам. Мария, когда скам? Когда скам? Ну, делать прогнозы по скаму, это все равно, что делать прогнозы, наверное, по погоде в Питере, да, что есть, ну, вот я вообще уже собираюсь писать книгу, уже даже придумала название «Жизнь после скама. Инструкция по применению». Все очень заценили. Ну да. Юмор, да. Да. Действительно, проработав вот три года в интернет-проектах, я теперь понимаю, что есть скамы запланированные, а есть скамы нечаянные, случайные, да. То есть я считаю, что в квестере скам не был запланирован, да, потому что если, когда человек в адекватии, он прочитает решение суда, где там именно все процессы, которые квестер пыталась реанимировать ситуацию, предпринимала, то есть я понимаю, что это был незапланированный скам, ну, нечаянно так получилось по решению генерального прокурора страны. В альфа-кэше люди понадеялись на свою экспертность, да, что они такие криптоевангелисты, криптоэнтузиасты, все знают и понимают, что сейчас размажут тонким слоем биток по альтам, и будет все в шоколаде. То же самое про нейробрейн. Специального запланированного скама не будет это 100%. Да, люди собрались, чтобы заработать, они стараются, они делают биржу свою, делают блокчейн, но учитывая, что у них нет опыта управления крупным капиталом, скорее всего, что они могут напороться на каких-то псевдоэкспертов, которые возьмутся за что-то у них, они будут им платить зарплату, надеяться на результат. Не факт, что результат будет, потому что человек, который не имеет опыта ни в сетевом маркетинге, ни в управлении крупным капиталом, он может иметь другой совершенно опыт, но здесь он будет бесполезен. И учитывая сложности юрисдикции, да, регулирования криптовалют, можно залезть в такую страну со всеми своими этими капиталами, как и будет, как в Кабоверде, да, генеральный прокурор страны скажет, что-то вы на пирамиду похожи, у вас нет лицензии, ну-ка все ваши денежки я забираю себе, пока вы там не докажете обратное. Ну и как было с CoinPayments, когда CoinPayments обвинил Альфа-Кэш, что-то вы пирамида, я ваши деньги изымаю. Ну будем надеяться, что еще поживут, и у меня вопрос. Конечно, поживут. Еще немногие, но уже есть информация, в общем-то, в открытых источниках, да, и мы, в общем-то, об этом тоже уже говорили, и в сторисах, в наших инстаграмах, в наших соцсетях, что сейчас ты сотрудничаешь с магазином AT Golden, и вместе с нами активно развиваешь инвестиции в золото. И как человек, который имеет богатый жизненный опыт, я помню, что когда мы с Константином Романовым приехали в Москву делать тебе предложение, тебя очень впечатлило то, что когда мы достали золотой слиток, да, ты его так подержала и долго на него смотрела, и потом сказала, что да, вот это приятно, держать, ощущать в руках. И скажи, что тебя привлекло больше всего в этом предложении, вот именно в инвестиционном физическом золоте? Ну, во-первых, привлекло, нельзя сказать, что что-то одно, это был такой, видимо, букет привлекательных моментов. Как раз розочка Эмирата Дубай. Да. Вообще, ты вас ещё не знаешь, такую историю из моего детства, и Костя не знает, ты как-то обычно говоришь о зрелом возрасте, себя помнишь именно с института, да? И совсем недавно мы с мамой вспоминали историю, что мой отец всю свою сознательную жизнь занимался открытыми горными разработками именно золота. Он у меня был председателем старательских артелей, ну, правда, он сейчас уже очень старенький, и вот этот его послужной список, он уже больше 20 лет на пенсии, он как-то забылся. А когда я училась в школе в начальных классах, отец всё время был в лесу, на приисках, на драгах, на карьерах. И когда я была в 7-м классе, мы жили на Сахалине, отец работал в Сахалине золото, и даже отправил нас с классом, с геолого-разведочной партией, когда на Сахалине искали золото. И я вот девчонкой 14-летней сидела такой деревянный лоток в реке по колено в воде, и как вот в фильмах про старателей моют золото. Мы две недели провели в палатках в лесу с геологами, именно участвуя в геолого-разведочной партии. И месяц прожили на Итурупе, на Курилах, также в поисках золота, именно первоначальных этих залежей, месторождений. И вот эта тема, да, поскольку я вот, ну, всю жизнь вроде она как бы сбоку от меня шла, это тема моего отца, добыча золота, он и на Сахалине, и Якут золото, и Урал золото, да. И это вот, видимо, где-то из детства в подсознании сидит, что эта тема такая родная и близкая. Но еще я помню, что ты обратила особенно внимание на то, что компания, с которой сотрудничество предлагалось уже на рынке давно, 7 лет, и какие у тебя дальнейшие планы? Как ты видишь свою карьеру, свою роль? Как это все будет развиваться? Какое видение? Ну, видение есть, конечно, да. Помимо того, что компании действительно 7 лет, это тоже очень впечатлило. С одной стороны, это хорошая такая история, да, послужной список у компании, а с другой стороны, я заметила, что у компании абсолютно отсутствует современное продвижение. Именно те методы продвижения, как это делало в свое время Квестера и другие сетевые компании, да, с помощью мероприятий, освещения в СМИ, в средствах там, в социальных сетях, в средствах массовой информации. И что, наверное, вот самое, что меня подкупила ВТ Голден, тоже вам не говорила, это Екатерина Образцова. Это уникальный человек, знакомство с которой я ценю именно каждую минуту общения с ней. Удивительная женщина, действительно добившаяся таких успехов на протяжении шести лет в одной компании, заработав несколько миллионов евро. И я понимаю, что именно в этой компании мне есть у кого учиться и есть чему учиться. Потому что я учусь всегда, постоянно. Я прохожу тренинги у Пентасевича, у Нестеренко, у спикеров Синергии, да, я подписана на их рассылку. И этот процесс, он не останавливается, потому что если ты перестаёшь учиться, ты деградируешь. Конечно. Но учиться у Кати Образцовой, это дорогого стоит. Это действительно уникальная возможность, которая вот с вашей помощью пришла в мою жизнь. И мой переезд в Москву, видимо, тоже был специально для этого, так судьбой сложилось, спланирован. И сегодня мы с Катей обсуждаем планы на 2019 год, что это будет серия мероприятий действительно и в Москве, и в Екатеринбурге, и в Казани. Вот первая в Питере, да, наша конференция. И мне хочется делиться своими знаниями с людьми, своим опытом, опытом финансового управления, там, разным капиталом, да, и своим собственным в том числе. То, что очень многие умеют заработать, но не знают, как быть с налогами физических лиц. Опыт работы в сетевом маркетинге, да, если мы будем применять то лучшее, что было в предыдущих сетевых компаниях, то эту компанию мы можем вывести совершенно на другой уровень развития. И будем гордиться не просто историей компании, а гордиться тем, что мы сами в этой компании сделали. Но я от себя хочу добавить, что мне, как человеку, который уже чуть больше года в этой теме, особенно приятно видеть такого грамотного, профессионального и при этом по-человечески доброго человека в нашей команде Our Room Team. И очень приятно с тобой делать этот бизнес. Спасибо тебе за то, что ты есть. Спасибо. Ну и так как наше время уже подходит к концу, я задам вопрос, который волнует, в общем-то, сетевиков любого уровня, в любой компании. И даже несмотря на то, что тема изъезжена, избита, все видео сняты, книги написаны. Но тем не менее, будет здорово, если ты подскажешь людям, как правильно сделать предложение другому человеку. Как бы ты посоветовала вовлечь человека в бизнес? Ну, нет универсального совета, конечно, потому что все люди индивидуальны, и зависит от того, как говорят сетевики, там теплый список, холодный список, с кем ты на ты, с кем ты на вы, чем человек занимается. Нет такого скрипта, что ты позвонил, как ты говоришь, Бени, бери паспорт, беги сюда. Ну, люди смеются, но я вот сколько, уже год, да, я своим советую делать то же самое. Бери паспорт, деньги в таком-то размере. Есть тема. Мне когда по телефону мыслить, приезжай, расскажу. Ну вот, у меня нет времени. Деньги нужны, приедешь. И человек перезванивает, как правило. И это сразу фильтр на то, что если человеку нужны деньги, он, блин, бросит все дела и приедет. А если он там весь занятой, ему некогда зарабатывать деньги, ну, прощаемся, идем к следующему. Ну, это такой жесткий путь, конечно, у женщин помягче. Ну и обычно, как дела, как настроение, чем занимаешься. И пригласить на встречу. То есть по телефону я никогда никакие деловые предложения не делаю. Просто давно не виделись, давай встретимся, поговорим. И, да, может быть, потратишь немножко больше времени, но у тебя с человеком возникнет рапорт, да, что-то общее, там даже чашечка кофе. Мы завтра на конференции все эти моменты обязательно обсудим. И даже если он не будет твоим бизнес-партнером, ну, главное, чтобы вы остались в хороших дружеских отношениях. А на сегодняшний день человеческие отношения – это самое ценное, что у нас есть. Это действительно так. Ну что ж, Мария, я от всей души благодарю тебя, что нашла время, приехала в студию Медиаметрикс и уже готова завтра зажечь на мероприятие. И самое главное – поделиться своим опытом. В заключении эфира скажу, что нам на одной сцене, в одном зале удалось собрать разных лидеров. Это и сетевые лидеры, это и выходцы из линейного бизнеса, да и просто адекватные, стремящиеся люди, для которых большие деньги. Окружение и свобода – это вот те самые совокупные ценности, которые и позволяют нам находить друг друга и объединяться в команде. С вами был Василий Кроеров и Мария Антоненко в программе «Современный MLM». Если вы сетевой лидер или просто человек, который уже добился успехов с сетевом и хотите поделиться своим опытом, найдите меня в соцсетях. Меня зовут Василий Кроеров. Напишите мне, и, возможно, следующим гостем будете именно вы. Спасибо за внимание. До скорых встреч в эфире. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok